МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Раннее утро в Луксугуни. Часы показывают 6 утра. Самое время просыпаться обитателям фирмы и нашим девчатам. Будильником для них становится самый настоящий петух. Как это взять-то? Сама боюсь подождать. Вот так? Он шевелит, он будет? Сильно? О! О! Боже мой! Пошли, пошли, мой хороший. Твоя задача разбудить этих городских девчат, чтобы они проснулись как можно быстрее. Так. Ну что? Ну, пошел. Девочки, подъем! Работа не ждет. Осторожно, у вас утренний гость. А-а-а! О-о-о! А-а-а! Сонным красавицам дается 10 минут на утренние процедуры и бегом на первое испытание. Те, кто опоздают, получат штрафные баллы как минимум, либо наказание как максимум. Поэтому торопимся, встаем, просыпаемся. Доброе утро! Петю, петушка не обижаем. Самыми пунктуальными оказались Эмилия и Юлианна. Самые ранние пташки прям при полном параде. Девочки, дождемся ваших подружечек. Девочки, минута осталась! Минута! Следом подошли Карина и Юлиция. Третья есть! Четвертая есть! Бежим, 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 бежим! Так, ну опоздавшая есть у нас. Это самое последнее, самое последнее. Позже всех присоединилась Аина. Ведущая не скрывает ни удовольства и делает участницы замечания. Так, ну что, товарищи, поаплодируем девушке, которая опоздала на первое наше доброе утро. Ну, дорогая моя, ты должна понимать, что, в принципе, за это, если ты смотрела первый сезон, обязательно не смотрела. Но вот у нас за каждое опоздание позже будут либо штрафные санкции, у тебя будут списываться баллы, либо мы придумаем тебе наказание. Позже Аина на себе почувствует последствия опоздания. А пока девушкам рассказывают условия первого испытания. Ну и, собственно, что, девочки, еще раз доброе утро. Ну, собственно, утро начинается, конечно же, с чего? С хатона. Конкретно, вот посмотрите, тут порядка ста голов. Ваша задача сейчас их собрать всех в кучку, проявить командный дух, напоминая вам о том, что это не личное первенство. То есть здесь мы смотрим ваши лидерские качества, мы смотрим ваше умение общаться с животным. Самое главное, вам сейчас загнать всех этих милых коровушек в хату. Особо прозорливые девушки подошли к коровнику сразу в резиновых сапогах. Но не все были такими догадливыми. Карина вовсе решила не заморачиваться и бодрой походкой направилась в кроссовках в сторону навоза. Не самое мудрое решение. И скоро она об этом пожалеет. Готовы? Ну что, ваше испытание пошло. Поехали! Задача казалась простой – загнать буренок в коровник, особенно учитывая количество новоявленных пастушек. Будь они немного смекалистее, то для начала обсудили бы стратегию и сгруппировались. Но они решили действовать наугад, каждая по-своему. Работаем, работаем, работаем! За вами наблюдают работники экофермы. Куда? Сюда? Ребят! Ребят! Стоит заметить, что поголовье коров ныне оказалось более внушительным по сравнению с прошлым сезоном. Они у вас убегут в лес, девочки! Что вы сделали? Догоняем, возвращаем! Ой-ой, похоже, у девушек плохо получается. Коровы не только не попали в коровник, но и разбежались в разные стороны. Догоняем! Сюда-сюда-сюда-сюда-сюда! Они тоже пошли не в хатон, девочки! У вас одна треть только коров находится на месте! Кай-кай-кай! Кай-кай-кай-кай-кай-кай! Нет? Черт! Ну-туда, девочки, пожалуйста! Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну! К хаосу, который образовался, присоединился табу в лошадей. Еще и лошадь здесь, и поросятки очень гиперактивные, которые тоже несутся. Ну, нормально. Просто их очень много. Мы их напугали, наверное. У них, наверное, стресс случился. Вот хозяева ходят, беспокоятся. Из-за нашей агрессивности в ходу. Так, кто-то стоял здесь. Там и там тогда нужно будет здесь. Просто с той стороны, с той стороны, с той стороны. Или не кричище, так громко. Кто идет их оттуда выгонять? Ну, кто-то вот здесь один, и здесь не нужно стоять. По-любому. Да. На меня, Господи! Нет! 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 Пш-ш-ш-ш! Кай-кай-кай! Нет! Кай-кай-кай-кай-кай-кай-кай! Нет! Что? Ну, ты да, девочки, пожалуйста! Ну-ну-ну-ну-ну-ну! Так-так-так-так! Девочки молодцы! Поздравляем! И только девочки начали действовать разумно, хозяева фермы, видя, что животные получили стресс от их манипуляций, приняли решение остановить испытание. Все, Сарина, хватай хотя бы одну. Все сказать? Пиаско, девчата! Ага! Все, стоп! Я понимаю, что хочется спать, хочется есть, но работать надо первым делом. Так, забирайте ваш инвентарь. После неудавшейся попытки загнать сельских кормилиц в коровник, нашим слегка расстроенным городским чикам объявили о следующем испытании – доение коровы на время. И для создания полного образа современной доярки участницы получили косынки с эмблемой городских девчат. А мы думали, не будет, поэтому все, мы с вами взяли. Так, можете повязать на голову, на ручку, использовать как аксессуар, а может быть, спасет вас в трудные минуты на нашем реальти-шоу. Ну что, девочки, мы сейчас справляемся опять же в наш хатон, там уже ждут вас красавец-коровушки и, собственно, мастер-класс по дойке коров. Как минимум извиниться перед коровой стоит каждый из вас. За утренний стресс. Сегодня мастер-класс для вас проведет сотрудник экофермы «Люксюгюн». Это Хаска Леонтьев. Мама, шеручка, как сделать? Мастер-класс от вас. Девочки хотят посмотреть основные принципы дойки коров. Обратите внимание на технику. Как нужно нажимать, с какой частотой, Какими пальчиками работать нужно? Если говорить об основных правилах даяния коров, то сначала нужно обмыть вымя теплой водой, протереть сухим полотенцем, немного массажа, затем непосредственно приступить к даянию и завершить процесс также массажем. Смотрим на вымя, а не на хвост коровы. Первой к испытанию приступает Юлиана, девушка, которая не терпит неприятных запахов и всегда таскает с собой антисептик. Я пошла первая, потому что подумала, ну, если я первая, у нее больше молока, в имени останется, типа, для меня. Готова? Ну что, на старт. Внимание, марш, твои три минуты пошли. Так, надо сделать, чтобы это шло все. Слушай, у тебя неплохо получается. Это очень трудоемкая работа, да. После этого могут и руки болеть. В прошлом сезоне девочки прокачали все группы мышц. Две минуты. Давай, давай, скорее, скорее. Что у тебя? Руки. Руки? Устали? Забились? А никто не говорил, что будет легко. А теперь представляешь, как сотрудники экофирмы вручную бы, если бы доили все эти сто голов. Ну, благо, есть новые технологии. Я не представляю, как раньше люди это делали с кучей коров. Она еще и пописала рядом. Ну, не она, а другая. Ну, прям рядом со мной. Опачки! Сюрприз! Ты молодец. Итак, у тебя пять секунд. Рядом происходит что-то невероятное. И стоп! Молодец. Ты справилась с заданием. Умничка. Не обращай внимания. Бери свое ведерко и выходи. Следующей вызвалась Люция. Помнится, она признавала себя брезгливой, но в то же время смелой. Посмотрим, какой из этих качеств в ней пересилит. Как ощущения? Страшно. Страшно? Боишься чего больше? Вы имя или саму корову? Корову. Корову с вымем? Да. Ты думаешь, что хорошо помыла? Да. Точно? Ну, корова очень спокойная была. Хорошая. Ну, страшно было. Я еще и помыла вымя. Сначала было страшновато, да. Но ей ножки завязали, поэтому нормально. И у нас Александр, Александр, да, наставник Александр тоже прям чуткий, поэтому хорошо, нормально было. Давай, 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 давай. Можешь песню спеть ей? Может, поможет? Говорят, это работает. Как успехи там у тебя? Ты уже видела, сколько надоело Юлиана. Тебе нужно сделать больше. Так сосредоточенно работает Люция. Ни единого слова, ни единой лишней эмоции. Все очень сдержано, четко, грамотно. А у нас осталось ровно одна минута. И... Стоп! Твое испытание подошло к концу. Забирай свое ведерко. Чуть позже мы с тобой встретимся. Я очень устала. У меня пальцы очень устали. Я еще облилась молоком, потому что промазала один раз. Третья идет маленькая, скромная Карина. На первом испытании она мало себя проявила, но может удивить нас сейчас. Карина, Александр привел тебя к твоей подружке. Слушай, ты как будто уже сегодня здесь была. Когда я только зашла, у меня как-то охватила не то, что паника, а даже какая-то уверенность. Я сразу взяла тряпку, начала протирать там все и сразу же села. Я сначала испугалась, что мы будем без стула, просто вот так вот стоять. Но мне потом сказали взять стул. Время на старт. Внимание, марш, поехали. Очень много ненужных движений, да? Немножко разволновалась Карина наша. Когда я начала доить, я испугалась, потому что с передними не получалось. И почему-то получалось только с одним. Что там у тебя получается? Не страшно? Небрезгливая? Молодец. Александр почему-то стоит, смеется и улыбается. Что-то, видимо, ты делаешь не то. Посмотрите, от напряжения у Карины задрожала нога. Все группы мышц задействованы. И стоп, стоп, дорогая. Ты справилась. Задание молодец. Наступила очередь экстремалки Эмилии. Сможет ли она справиться со своими эмоциями во время испытания? Смотрите, без каких-либо указаний сама взяла ведро с мыльным растворчиком и сразу приступила к делу. Ну, какая красота. Посмотрите, это одна участница, которая дважды, дважды вытирает в имя тщательно наши коровушки. Видите, работает на качество девочкам. Для меня это был первый опыт. Я ни разу вообще не жила в деревне. Я выросла и родилась в городе. Из-за этого для меня это все в новинку. На самом деле они такие милые. Как будто все понимают. Если к ним относиться добродушно, то они тебя слушаются. Я не знаю, как вам, а мне просто очень нравится наблюдать за Эмилией. Ну, это просто невероятная красота. Красные губы, красные сапожки, цветочки, бандана. Прям все очень стильно. Эмилия без лишних слов, без лишних эмоций очень сдержана. Работает для получения цели. Использует разную технику, да? И так, и так. Главное, чтобы было молоко. Самое сложное – это регулировать давление на гуть или на вымя. Прошу прощения. Вот это самое сложное. Потому что не знаешь, если, допустим, чересчур сильно, ей будет больно. А если слишком нежно, то ничего не получится. И последний в коровник заходит Аина. Твоё время пошло. Три минуты. Оп! Что, есть первые капельки молока? Да, не со всех этих шло молоко, поэтому я доила только в одну сторону. Я спрашивала у эксперта, ну, Александра. Он сказал, что не может быть такого. Ну, реально, там мягко было. То есть чувствуется, что там ничего нет. Слушай, ну, Аина, маникюр-то здесь не к месту, да? То есть до этого у нас Эмилия была первой девушкой с красными губами, которая доила коров. А с таким маникюром явно к вымюю коровушек здесь никто ещё не прислонял свои ручки. Давай, 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 у тебя минута позади. Я пожалела, что я не научилась раньше, когда мне предлагали в детстве. Бабушка предлагала. Но я боялась, что они будут пинаться. А сейчас они, в принципе, нормально стоят, но моя корова буянила. Две минуты, тридцать секунд позади. Вас это не нравится? Не чай, не чай. Так, 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 буянит немножко коровушка. И такое бывает, без паники. Ой, всё, стоп! Стоп, дорогая моя. Твоё время истекло. Теперь всё надоиное дружно несем в маслоцех, чтобы не только взвесить, но и проверить на чистоту. Прямо сейчас я отправляюсь в молочный цех экофермы «Люксюгюн», где меня уже ждут участницы проекта «Городские девчата» для того, чтобы подвести итог нашего конкурса по дойке коров. Итак, обратите внимание, уже сотрудник нашего СЛК записывает имена, ну и, собственно, есть весы. И далее процесс будет примитивным, нужно будет подвести итоги. Так, ну что, как скажет Иван первая, кто у нас? Юлиана. Ага. Юлиана. Итак, твой результат? 600. 615 граммов. Это много или мало? Конечно, мало. Так, выливаем. Умничка. Грязно? Да. 70%. 70%. Так. Это жирность молока, да? Есть. Чистота. А, чистота. 70%. То есть молоко в имя было помыто? Нормально. Нормально, говорит уже Иван. Ладно. Так, хорошо. Движемся далее. Эмилия, твой результат? 695 граммов. Проверим чистоту. Ой. Ой, все есть там у тебя. 50%. 50%. Так, хорошо. Следующая участница – это Карина. Ну, это тоже результат. 380. Умничка. Теперь посмотрим, насколько чистая марля будет у тебя. Так. Смотрим. Вообще, в имя ты практически не вымола. И это сколько процентов ставим? 40. 40. Хорошо. Это у вас еще добрый Иван. Люция, твой выход. Итак, у Люции результат 625 грамм. Самый главный момент, насколько чистое у тебя молоко. И это? О! Нормально. Нормально. 80? 80. И? Аина? 395. И теперь смотрим. Оп. Нормально? Нормально. Сколько? 90. 90%. Заметьте, девочки. Аина при дойке коров вымыла вымя прям очень тщательно. Не просто, как вы тряпочкой протерли, а она прям вот так. И видите, результат 90%. Ну что, ведерочки забираем с собой. Я поздравляю вас, девочки. Вы молодцы, умницы. Чуть позже встретимся на лобном месте, где мы обсудим все ваши приключения. До свидания за сегодняшний день. А пока можете отдыхать. Настало время первого лобного, где девушки обсудят итоги дня и смогут поделиться своими эмоциями, наблюдениями. Ну что, девочки, еще раз здравствуйте. Прошел первый день ваших испытаний. Как всегда, мы собираемся вместе для того, чтобы обсудить ваши впечатления, ваши эмоции. Возможно, услышать ваше недовольство, либо пожелания. Обратите внимание, с нами, в общем, много фанатов уже этого проекта. Не обращайте внимания, нас, надеюсь, они не обидят. Ну что, начнем с того, как вы спали. Выспались? Утро у нас началось в 5.30 утра. Все, мы спали очень крепко, очень хорошо, потому что были очень сильно уставшими. Вчера мы уснули где-то к 2 часам ночи и проснулись в 5.30. Как уж так. Нас разбудили операторы. У нас еще почему-то в доме оказалась курица. Курица? Ой, а, еще и петух. Вообще прекрасно. Они даже не разбираются, где курица, где петух, да? Да. Ну, и все, первое испытание тоже прошло довольно-таки хорошо. Так, у кого еще эмоции? Айна, давай, ты очень много любишь говорить. Эмоции. Да. Это жизнь. Я испытала все спектры эмоций за сегодняшнее утро. Выспалась. Давайте я расскажу, что было вчера. Мы ехали 10 часов с Якутска. Ой, да, вот, правильно. Вот, и уставшие приняли душ. Потом нам было очень холодно в доме. Вот кто-нибудь, дайте нам обогреватель. Не, реально, потому что это невозможно было спать. Но ничего не снилось. В принципе, дом очень такой, аура дома чистая. Ощущается. Что тут происходит? Ага. У нас очень много таких этих было пробелов, тоже девчачьих. То есть мы не договаривались, мы не говорили, что хотели, как видим, да? В основном я кричала всем подряд. И вот, ну, то есть, потому что нужно было как-то себя взять в руки и как-то что-то делать, начать. Говорить там, что как хочется, как чтобы было, да? Как я вижу. Но хотелось бы от девочек тоже услышать их мнение. Вообще, как, чтобы понять, какие они, наконец, и чем они, как бы, интересуются. Вроде все. То, что я сегодня подметила. Начну с того, как я спала. Спала я очень хорошо. Мне снились какие-то сны красочные, но я их не запомнила. Проснулась от того, что очень сильно захотела в туалет. Я хотела доспать до шести, но не получилось. Но нас разбудил петух. А я очень боюсь петухов, потому что в детстве они меня клевали за то, что я курица бежала. И у меня осталась фобия. И он у нас на кухне покакал под столом. От испуга, видимо. То есть напугали вы петуха, а не петуха. Видимо, да. Идея была другая. Так. Мы подоели коров. Оказывается, оценивается еще чистота молока. Я была удивлена, что Иван добавил еще чистоту. Это было классно. Мне понравилось. Насчет того, чтобы загнать коров. Это был стресс. С таком. Я не топтала в своей жизни. В прямом смысле. На меня еще корова покакала. Покакала. То есть она какала. И на меня капли ее *** брызнулись. Но я надеюсь, что это к деньгам. Все верно. Уедешь богатая, наверное. Хорошо. Также на каждом лобном будут озвучиваться оценки наших экспертов. Например, вот так распределились места по итогам конкурса по дойке коров. Так, вспоминаем Александра. Помним Сашу. Саша, он же Хаска, помогал вам доить коров. Итак, его баллы распределились следующим образом. То есть он оценивал технику и количество молока. Итак, на крайнем месте оказалась у нас Люция. На последнем? Да. Поздравляем, похлопали. Все равно это... Далее. Четвертое место. То есть 4 балла он отдал Аине. Третье место Карине. Второе место Юлиане. И первое место Эмилии. Вот так. Но это была заслуженная победа, действительно, и по технике, и по времени. Эмилия была действительно на первом месте. Но, когда мы пришли с нашим молочком, чистота у Эмилии, к примеру, сразу захвырала, так сказать. Да, сошла на нет. Вот по чистоте, девочки. Итак, на последнем месте Карина. На четвертом месте Эмилия. Юлиана получает 3 балла. Люция получает за чистоту 4 балла. И самое чистое молоко, а то есть 5 баллов, получает Аина. Вот так. То есть обратите внимание, за, получается, одно задание вы получили 2 оценки. То есть кто-то вышел вперед, но затем вы их наверстали. Если хотите, запоминайте эти оценки у себя в голове, но вы понимаете, что впереди все самое интересное. То есть это все будет меняться. Вот. Вот такой был день. А я бы хотела узнать эмоции у Юлианы. Юлиан, ты такая очень сдержанная у нас. У тебя все так размеренно. Все по полочкам достаточно. Ты себя скромно вела и когда бегала утром по полю. И, значит, и в дойке у тебя так эмоциональный фон был стабильный. Рассказывай. Это первый день. На самом деле я сегодня... Я не думала, что будет так тяжело. Так, ну неспроста я передала тебе слово. Что самое тяжелое? Все, то, что... Я просто... Это, скорее всего, случится. Я просто сегодня раз десять поймала свой рвотный позыв, чтобы от всех запахов я должна была... Меня муж постоянно называет это няхом, а я хотела доказать ему, что это не так. Но у меня не получилось. И мы с девочками называем меня уже королевой драмы. То есть поплакать ты любишь, да? Нет. Но мне приходится. Так, то есть тебя, конечно, шокируют в первую очередь ароматы, да? Местные. Далее, что тебе еще тяжело далось? Физически тяжело выполнять задания? Нет, и ладно, там, не высыпаемся, это ладно. Но вот, да, запахи, чистота... Я не могу. Я, наверное, выкинул свою всю одежду после этого. То есть ты педант, да, такая? Ну, я не знаю. Я не понимаю, почему так. Я справляюсь с 34 первоклассниками, но я не смогла загнать коров в хатон. Что это такое вообще? Ну, правильно, немного такое логичное сравнение, потому что действительно с перемены загнать первоклассников в класс не каждому учителю дано, да? Ну и, собственно, когда ты объявляешь перемену, эти ребятишки разбегаются примерно так же в разные стороны. Поэтому я думала, я могу все после работы в школе, но, видимо, нет. Слушай, ну тогда, наверное, дойка коров-то тебе далась сложнее всего. Ведь там помимо ароматов еще было и такое тактильное. Нет, да, ладно, дойка коров, причем я достаточно... И первый раз в жизни это делала, но корова, которая стояла сзади меня, начала писать, и все это было очень рядом со мной. И, конечно же, моя нога была залита. Ну, ты знаешь, ты не подала практически никаких таких знаков, ты продолжала делать свое дело, поэтому молодец. Давайте поаплодируем ей, умничка. Ну, видите, смех сквозь слезы, наверное, это та самая история, или слезы сквозь смех. В общем, ну ничего страшного, это, наоборот, доказательство того, что у нас реалити-шоу, здесь эмоции, чувства, они особенно важны. Ну и не высказалась у нас только Карина. Карин, твои эмоции? Главное, что меня волнует, это мой аппетит. Со вчерашнего дня у меня аппетит вообще пропал. Думала, ладно, утром, если успею, поем. Как уже все рассказали, мы утром не успели поесть, нас разбудили петухом, как канонично получилось. Насчет того, как мы загоняли коров, я очень сильно растерялась. Я забыла надеть сапоги, я бегала в кроссовках. Бегала в кроссовках, потом, когда я поняла, что я рада, что на кроссовке мне так сильно, я забезнила, пошла быстренько, переобулась. Я не умею разговаривать с коровами, как Аина у нее. Это не особо. Да, Карина, мы заметили, ты совершенно молча бегала из сторону в сторону, и ты думала, что коровы тебя поймут. Я еще потом палку взяла, я думала, они как-то вот палкой вот так мне поймут, я вообще не знаю. Я вообще в жизни столько коров не видела. У меня такой, не то, что шок, просто я реально сильно растерялась. Они же еще, ну, не понимают. Кто-то там еще говорит, они по-якутски понимают, они по-якутски, я пытаюсь по-якутски. Они же ничего не знают, я даже после испытания не поняла, как ими управлять. Хотя вообще, наверное, дарк. Нет, это опыт, опыт, да. Девочки, ну что, у нас 30-ти градусная жара прямо сейчас над головой, да? Также у нас нашествие оводов, они же пауты. В общем, это очень, знаете, еще одно испытание, которое сложно прямо сейчас нам с вами преодолеть. Вот, посмотрите. Поэтому, девочки, у вас осталось немного времени на отдых. Отдыхайте, наслаждайтесь видами, общайтесь с местной флорой и фауной. И наслаждайтесь этими моментами пребывания на экоферме Люксюгю. Ну, а мы увидимся уже завтра. Сразу после Лобного первое голосование, где участницы оценят друг друга по пятибалльной шкале. При этом баллы не должны повторяться. Эти оценки за все дни реалити-шоу будут подсчитаны и внесены в общий зачет каждой девушке. Конечно, очень трудно, тяжело выбирать. Я поставила так. Пятерки нет, потому что я хочу выиграть. Победить. Оцениваю так. По заданиям справилась, конечно же, Эмилия. Я видела, как она бегала, кричала. Карина, ей очень было сложно, и она еще отлучалась. Меняла кроссовки, потому что сначала она вышла в кроссовках, это было неудобно. Вот, и переобувалась в сапоге. Так, Люци я тройку поставила, так как тоже видела, как она бегала в пых-попыхах, просто гнала этих коров. И Юлиану я не видела, как она вообще делала, ну, что-то делала. То есть она бежала, испугала коров, поэтому только. Все. Ай, комары. По итогу сегодняшнего дня я хочу оценить. Вот мои оценки после первого дня. Аине я поставила четыре, так как я видела, как она старалась. Она больше всех выделилась на первом воспитании, собрала нас коллективно, и она еще провалилась в болото вместе со звуковиком. Вот, поэтому я хочу ей поставить четверку. Дальше тройку Эмилия, потому что она тоже очень старалась, я видела, как она доила корову. Она вообще мне показалась девушкой очень трудолюбивой. Так, дальше. Карине я поставила два. Карина тоже молодец, но сравнительно именно с Аиной и с Эмилией чуть поменьше будет, да? И Юлиана один, потому что только один балл остался. И Юлиана. Поэтому так оценила. Меня никто не слышит. Эмилии я поставлю четверку, потому что она пупсик. Карину я не видела вообще во время того, как мы за коровами гонялись, поэтому два. Ну и Люция остается тройка, пятерку не ставлю никому, извините. В общем, сегодня у нас прошло первое испытание. Мои оценки таковы, что я Юлии ставлю 4 балла, потому что она меня импонирует. Она очень такая добрая. Конечно, есть у нее частички ранимости, но все же я ей ставлю 4 балла. Люции я ставлю 1 балл, потому что она слишком, как сказать, эмоциональная, ну, слишком брезгливая, вся такая а-ля. Хотя, по сути, мы как бы все с одного теста, можно так сказать. Аине я ставлю 3 балла. Я считаю, что она достаточно хорошо сегодня справилась. У нее есть лидерские качества. И за это я ей ставлю 3 балла. Карине я ставлю 2 балла, потому что у нее сегодня, когда мы доили коров, у нее было меньше всего количество по объему. Так что вот так. Все, да? Первое, когда мы гнали коров, я ставлю... Я хочу убрать однерку, потому что я не хочу строго судить на самой же первой серии, потому что это как бы несправедливо. Пятерку я ставлю... Так, Эмили. Так, Юлиане я... Эмили я поставила пятерку, потому что как только мы пришли, очень много коров было, мы немножко растерялись, особенно я. А Эмили, как своя, она начала кричать, гнать уже, что начала делать. И меня это приятно удивило. Прям какой-то... Я ее немножко даже зауважала. Так, Юлиане я ставлю 3, потому что она не была очень активной по моим наблюдениям. А Эмили я ставлю точно 4, потому что это было очень мило, когда она начала разговаривать с коровами, она будто увидела их душу. А Люции я ставлю 2, потому что я не видела, лично я не видела, чтобы она активно как-то работала, гнала коров, поэтому мой берег такой. Что ж, мы видим, что подружки Люция и Аина решили подержать друг друга баллами. Однако, стоит ли ожидать, что их дружба продлится до самого финала? Похоже, что Эмилия и Юлианна тоже объединились, судя по количеству баллов, которыми они обменялись между собой. А вот Кариночка пока еще предпочитает держаться в стороне. Это лишь начало приключений для наших городских девчат на ферме Луксугун. Давайте посмотрим, что же ждет их впереди. Смотрите в следующем выпуске. Девочки, работаем! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин